здравствуйте меня зовут федор васильев приветствую вас в девяносто шестом уроке видеокурса landing page для начинающих в этом уроке я хочу вам показать простой виджет который позволяет делать вот такие ленты анимированные ленты анимация происходит как только страница подгружается сейчас я обновляю страницу и у нас есть вот такая вот анимация недостатки данного виджета что анимация только одна и по-другому здесь ничего не сделаешь даже нет как бы отключение анимации то есть для меня было бы лучше чтобы даже здесь вообще ее не было потому что меня радует только то что вышел такой виджет и теперь не придется использовать графику то есть раньше при создании лендингов я использовал например png картинка их таких могло быть много на сайте например для оглавления какого-то блока да и соответственно чем больше картинок тем тяжелее лендинг и меня обрадовал только то что это скорее всего уже код то есть сделано кодом а значит очень все должно быть легкое ну остальное все конечно же размер толщина длина цвета практически тут все настраивается лично мне виджет этот пригодится я считаю его полезным поэтому я решил сделать по нему данный видеообзор переходим в адоб news из библиотеки как обычно я перетаскиваю данный виджет на холст и так сразу давайте прописываем в первом поле текст как раз тот текст который вы хотите видеть на ленте вставляя свой текст и enter текст вставился можно сменить шрифт на какой-то свой так и давайте пройдемся по настройкам смотрите первое вот это это ширина нашей вот этой ленты да вот давайте выставим 500 и посмотрим даже здесь в режиме редактирования видно что вот а лента увеличилась здесь она конечно выглядит неполный тут с этого края нету уголочка вы не обращайте внимание на сайте все будет нормально отражаться следующее поле соответственно это высота высота нашей ленты дальше текста color то есть этот цвет текста на полоске стоит белый принципе я оставлю по клику по цвету можете выбрать любой оттенок фон сайс но это грубо говоря размер текста нашего вот по стрелочкам вверх-вниз увеличить или уменьшить размер текста вот этот параметр это расположение текста на полоске то есть может так получиться например из-за шрифта или еще как какого-то момента ваш текст например будет не посередине полоски или вам наоборот нужно сделать так чтобы текст например был не посередине а например а чуть ниже или чуть выше давайте приведем пример вот сейчас даже в режиме редактирования видно что текст принципе посередине вот если я выставлю здесь 10 смотрите что получается текст ведь уходит вверх то есть это вот это параметр как раз двигает текст наш на нашей ленте да вот давайте посмотрим еще и в браузере он видите как он не просто он не обрезается а он поднимается вверх также его можно опустить я верну сюда вот 70 даже много поэтому 60 это на н самое лучшее и дальше по цветам сейчас пройдемся последней настройки background это вот это основная основной прямоугольник заливка ведь вот она голубая да это основной цвет а смотрите дальше у нас идут цвета это как бы те уголочки загнутые вот этой нашей ленты они как бы идут темнее сейчас я вам покажу какой цвет за какое место отвечает то есть цвет меняется уже тут понятно когда по клику выбираете любой цвет посмотрите дальше вот второй цвет второй цвет сейчас вам покажу вот здесь где он за что он отвечает смотрите второй цвет это вот этот сгиб ленты самый темный здесь вот я его отметил и соответственно последний цвет color да это вот эти вот уголочки вырезаны вот эти вот последний края нашей ленты более такой темный цвет да это вот как раз отвечает за них то есть я вам что могу посоветовать вы сначала определяете цвет бэкграунда основной вашей ленты а дальше вы просто чуть-чуть играетесь оттенками вот для того сгиба делаете например темнее а тут даже видеть там немножко другой цвет а вот у этой уголочка ленты да здесь идет видите ну видно просто даже не темнее на как будто другого оттенка здесь просто нужно поиграть цветами и подстроить нужный цвет то есть вот последний цвет это у нас это уголочки ленты давайте быстренько я пробегусь например я делаю желтую это сменяем бэкграунд дальше второй цвет это у нас загнутые углы до берем желтый и и оставлю вот такой дальше берем тот же оттенок желтый только его например чуть-чуть как-то изменяем либо в светлую сторону либо либо в темную здесь надо смотреть я вам сейчас просто демонстрирую как это может быть вот примерно так конечно белый текст тут не смотрится его не видно видите да видно что здесь действительно изгиб есть и идут у нас уголки ленты данный виджет вы сможете скачать у меня на сайте ссылочка будет под этим видео увидимся в следующем уроке наверно трудно представить себе современный лендинг-пэйдж сделанный в адоп мюз без сторонних виджетов а где же их взять спросите вы специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов 121 виджет ждут вас всего в два клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет например меню для мобильных устройств несколько вариаций мобильных меню уникальные слайд-шоу всевозможные эффекты с текстом круговой прогресс бар маска с текстом и многое другое чтобы скачать виджеты перейдите на мою страничку адрес который вы видите у себя на экранах просто пишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку забрать виджеты к вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты обязательно подтвердите иначе виджеты не придут к вам на почту второе письмо придет к вам автоматически где вы сможете скачать 121 виджет делаете лендинг пэтч делайте их круто